Только что я рассказывала, что любят огурцы, это я говорила, что они любят солнце, тепло, поливы, подкормки. Сказала о подкормках, что они любят часто подкормки, что их нельзя перекормить. И сейчас очень важная тема это поливы. Ясно, что даже глядя вот на эти вот огромные листья зеленые, ясно, что в теплую погоду они очень много влаги испаряют. И вы видели, наверное, очень часто, вот видите, у меня сейчас делается все жарче, и листья уже начали немного обвидать, потому что все-таки на целый день влаги в листьях не хватает. И в такую погоду я поливаю каждый день. Но если говорить о том, как поливать томаты, как часто, чем, то специалисты рекомендуют поливать два раза в неделю. Но вы все понимаете, мы все понимаем, что все это зависит от погоды. Если погода стоит пасмурная, если они на улице, и тем более, если сыра, они не в теплице, то, возможно, во время дождей поливы можно вообще прекратить. У меня они стоят в теплице, южная сторона, на улице жара, и я поливаю каждый день. И про норму полива тут тоже невозможно сказать какую-то одну цифру, например. Поливайте по 3 литра или поливайте по 4 литра в день. Все зависит от размера вашего огурца. Вы не забывайте, что какой-то огурец будет молодой, ему нужно будет меньше влаги, воды. Какой-то вот такой огромный, а особенно если в период плодоношения, вы представьте, вот эти плоды, они же все состоят почти из воды, там на 90%. Им нужно воды много, а не водохлебы. Они любят поливы. Тогда нужно поливать много. Я никогда не измеряю количество литров. Я смотрю по увлажненности почвы. Почва не должна пересыхать. Пересыхание почвы в огурцах может чреваться, сказаться на них. Они же капризные, они могут быстро отреагировать на это. Какую-нибудь выкинуть фокус. Или горький огурец вам дадут, или изогнут его. Короче, я смотрю на влажность почвы. У меня почва в огурцах всегда влажная. Я не допускаю пересыхания. Но, опять же, вспоминая про их капризность, мы не должны допускать. И переувлажнение. Он не должен расти в болотце. И вот, прочитав много литературы про огурцы, я, например, поняла, каким должен быть полив огурцов. Полив огурцов должен быть, самое главное, стабильным. То есть, если мы поливаем два раза в неделю, нужно поливать и поливать, и поливать всегда два раза в неделю. Ну, по мере необходимости, если жарко, чуть участить. Самое главное, чтобы не было изменений в режиме полива. Вот, например, вы поливали через два дня, поливали, поливали, потом уехали на неделю, бросили их. Огурцы среагируют моментально. Когда вы приедете, вы найдете или горькие плоды, или скрюченные плоды. Но они как-то все равно вам покажут, что они недовольны, что это им не нравится, им стабильность превыше всего. И если в сравнении с томатами, я вот всегда сравниваю томаты и огурцы. Про томаты мы говорим, что они любят редкий, но обильный полив. То есть, их раз в неделю, если мы польем, им достаточно на несколько дней. С огурцами так тоже не пройдет. Их мало полить один раз в неделю, а потом они неделю будут понемножку. У них не такие мощные корни. У томатов, вы все знаете, что у них может и на метр, там у кого-то на полтора метра разрастаются вот объем. У огурцов 40-сантиметровые корни и вниз 40 сантиметров. И даже если много бы места я им дала, в ширину они 40 сантиметров всего бы расползлись. Но корневая система не такая мощная, как у томатов. Им нужно постоянное пополнение этой влаги. Особенно если вот как у меня маленький объем, я вот говорила, что здесь они не в свободном плавании. Тут они вот в таких бочках, в полубочках. И поэтому я постоянно, каждый день подливаю им туда воды. И еще полив. Часто опытные огородники используют, не поливают просто чистой водой, а используют вот эту прекрасную возможность, поливая, сразу подкармливать огурцы. То есть убивают два зайца. Поливать ведь все равно нужно. И разводя вот в этой в поливочной бочке какие-то подкормки, они вместе с поливом дают. То есть получается и полив регулярный, и подкормки частые, регулярные, что способствует растения держать в таком здоровом виде. Ну что туда? Я уже как говорила, что и настаивают, и хлебные крошки, и какие-то там и куриные пометы разводят жиденько. И вот эти всякие гуминовые удобрения. Ну короче, каждую подкормку нужно разбирать отдельно. Просто я вам говорю, что вот многие совмещают вот эти поливы с подкормками. Даже вот тот же самый калий, который нужен огурцам, вот эта калиевая селитра, прям делают в поливочную воду, и при каждом поливе, при каждом поливе вот это добавляется. Да, будет постоянное вот это восполнение калия, не будет вот этих желтых каемочек. Вот я сейчас вижу, у меня уже тоже, видите, чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть желтеют, начинают желтеть листики. Не нужно допускать, чтобы желтая вот эта каемка появилась. Это значит уже растение будет кричать, что мне недостаточно калия. Нужно сейчас вводить калий. Я вот посмотрю, или сделаю подкормку золой, там тоже есть калий, могу восполнить калием. Или если найду калиевую селитру у себя дома, то возможно с очередным поливом введу калиевую селитру. Все. Самое главное, что мы должны знать про огурцы, про полив огурцов. Они воду любят, им воды нужно много, поливать их нужно часто, поливать нужно стабильно, не нужно делать резких скачков или очень часто, а потом совсем никак или наоборот. Короче, стабильный и достаточный полив обеспечит вам большой выход огурцов. Огурцы это вода. Без полива огурцов будет очень мало. Они будут маленькие, горькие, скрюченные. Нам же такие не нужны. Нет, конечно, я свои поливаю каждый день. Спасибо. Спасибо. Спасибо.